Главное в меловой доске не оформление рисунками, а содержание. Картинки годятся для выставки, но если нужно что-то сообщить покупателям о ценах, о скидках, о ваших спецпредложениях, то нужно учиться не рисовать, а письменно выражать свои мысли, отчетливо, ясно и однозначно. Прочитал, поверил, купил. Вот так это работает. Для этого пишем строго по линейке. Ни у кого нет таланта от рождения писать ровные буквы без линовки. Все это месяцы и даже годы тренировки. У меня для росписи меловых досок линейка архитекторская, вот такая Т-образная. Одна ее часть скользит по краю доски, и линии всегда ровные и параллельные. Еще один секрет этой линейки в том, что я использую ее как опору для пишущей руки, поэтому меловые линии, как вы сами можете видеть, не размазывают грязь по меловой доске, не стираются, пока в этом нет необходимости. Ну а когда все написано, то можно раскрашивать, чтобы посетитель обратил внимание именно на то, на что вы хотите, чтобы он смотрел. Прозрачные краски на черной доске всегда будут темнее и некрасивее, поэтому если рисуем красками, то обязательно делаем грунт под рисунками белой краской. Ну а потом просто раскрашиваем. Тут рассказывать особо нечего, это умеют все еще с детского сада.